Денди Я подожду На деле, да? Ну вот теперь вы видите, что в эфире наша программа В нашем сегодняшнем выпуске вас ждет А впрочем, давайте-ка посмотрим, что вас ждет в сегодняшнем выпуске нашей программы В 8-битном формате вы вместе с G.I. Joe и Joe & Mac побываете в странах непонятного климата Сеговский формат NBA Showdown 94 и игра Wiz & Lees Ну и, конечно, нинтендовские чудеса Lion King и Mickey Mania Ну и на закуску земляные червяки по имени Джим Как у вас разбегаются глаза, когда вы приходите в магазин Денди и не знаете, что купить? Так же точно у меня разбегаются глаза, когда я прихожу на съемки наших программ Потому что меня всегда в этот момент окружают новые, только что поступившие в продажу, картриджи Как для Денди, так для Сеги, так и, конечно, для Супер Нинтендо Как обычно, начнем с самого простого, с 8-битных игр И эта игра в моей руке, теплой, натруженной джойстиками Называется G.I. Joe, часть 2 Фирма Денди настолько быстро реагирует на изменения в рынке компьютерных игр, что первую часть G.I. Joe мы с вами, к сожалению, не видели Мы сразу начнем со второй, с самой продвинутой Вот здесь на обложке нарисовано раз, два, три, четыре, пять крутейших-крутейших солдат G.I. Joe вообще это такое американское как бы прозвище всех вообще, всех солдат, которые занимаются какими-то сложными операциями Давайте посмотрим, какими сложными операциями занимаются вот эти молодцы G.I. Joe Не стоит обольщаться, думая, что в эту игру вы сможете играть в шестеру Конечно же нет, но и с одним солдатиком тут можно побаловаться, мама дорогая Действие происходит на разваленных какой-то Римской империи Ну, вы знаете, Римская империя погибла от того, что там все слишком было хорошо и привольно Здесь все гораздо круче Вот такие вот монстры с какими-то палками, ковырялками нападают на вас И в них надо стрелять довольно долго и нудно Ну, естественно, непонятные лазеры пытаются вас поразить Но все это сущие пустяки для того, кто не впервые взял в руки джойстик для приставки Dendy Ну, а для тех, кто действительно только собирается купить эту приставку Я думаю, с этой игры можно начать Потому что она не слишком сложная и довольно интересная Ну что ж, ничего себе Кто-то мне сказал, что G.I. Joe и вообще персонажи этой игры — это национальные индийские герои Вообще-то я думаю, что национальный индийский герой может быть какой-нибудь раджа или принц Но, оказывается, американские солдаты, по утверждению некоторых товарищей, могут быть народными индийскими героями Не знаю, знают ли об этом индусы, но если у вас будет знакомый индус, вы ему обязательно об этом расскажите Посмотрим, как он на этот регион Итак, вторая игра Подряд стоят в картридже прям только что, только что с прилавка практически к нам И к нам голуби носят Так вот, игра называется Joe Опять Joe, это опять Joe, это уже, наверное, известный вам слово Joe И Мак, два друга Трудолюбивые китайцы, которые сработали эти картриджи, они теперь стали умнее Вообще китайцы довольно мудрый народ Даже думаю, что они мудрее японцев Хотя японцы с этим могут быть не согласны Так вот, китайцы сверху китайских названий игр догадались, смекнули Что надо писать английский, по крайней мере, уж если не русский, то хотя бы английский И поэтому Joe и Мак очень просто можно прочитать Это игра о приключениях двух друзей Напоминает несколько других игр, как, впрочем, и все остальные игры Напоминает друг друга, давайте посмотрим Пауэлла, старт Те из вас, кто давно знаком с играми для Дензи, наверняка сразу же поняли, о чем я говорил Марио 16 Есть такая игрушка, и все фоны и звуки взяты именно оттуда А вот герой совсем другой Маленький, пузатый, тоже пузатый, как и Марио Человечек, правда, без штанов и рубашки А только в набедренной шкуре и с огромными молотками Молотки, кстати, по-моему, пришли из игры Adventure Island Остров приключений Ну а в остальном, что ж, в остальном то же самое Динозавры, птеродактили, вулканы, огненные шары и неутомимый Джо с молотком Джо пошел в гору И с ужасом узнает, что это вовсе не гора, а огромный тираннозавр Страшно крутящий глазами, но довольно безобидный А коварные представители враждебного племени бросают вас ядрами со своих вертолетов Хорошо Ну что, мне понравилось вообще-то Мне понравилось, ничего особенно нового в этом нет Но если у вас вообще никакого картриджа еще нет И вы только думаете купить себе приставку Динзи То я вам этот картридж рекомендую Надо начать с чего-то такого простого А потом уже переходить к сложному Как, впрочем, мы делаем всегда в нашей передаче Сейчас рассказ о 16-битных играх И рассказ о 16-битных играх Я начну, конечно, с игр для Сеги Она тут сидит черненькая такая Просится, расскажи про меня Расскажи про тебя, милая Спокойно Попадается мне в руку картридж Который называется NBA Showdown 94 Вот эти буквы EA Означают, что это производство фирмы Electronic Arts А вот эта вот сверкающая наклеечка Видите? Голограмма Означает, что это супер родной картридж Никакая не подделка Что такое NBA Showdown? Это не просто баскетбол Я не думаю, что вы увлекаетесь баскетболом Потому что большинство игроков на компьютерных приставках Сами примерно размером с эту приставку То есть маленькие Да, вы маленький, баскетбол вам еще не ведом Но это не значит, что вы не можете прикоснуться Великих вершин баскетбола при помощи вот этого картриджа Это не только игра Это шоу Знаете, вы, наверное, когда-нибудь видели по телевизору Как баскетболисты прыгают в воздухе, крутятся Делают всевозможные кульбиты И в конце концов мяч или баскетболист оказывается в корзине Чаще всего мяч Так вот, это оно и есть Это то самое, что вы можете делать, не вставая со своей табуретки Посмотрим баскетбольное шоу NBA В любой игре, прежде чем показывать чудеса лофтости и мастерства Нужно сначала хорошенько потренироваться То же самое предлагает вам и эта игрушка Нет, вы, конечно, можете сразу поставить ее в режим шоу-даун И попытаться творить чудеса Но заранее предупреждаю вас Ничего у вас не выйдет Сначала нужно хорошенько побегать И размять усталые ноги Слышите, как стучит мяч об пол? И вот команда забрасывает мяч И начинает игру со своей половины поля Внимание Атака белых захлебнулась Нет, пока не захлебнулась Нет, все-таки захлебнулась А голубые добиваются успеха Слышите, как стучит мяч? Ну, конечно, чего греха таить Не наша игра в баскетбол Не русская И немногие ребята увлекаются этой игрой И для того, чтобы играть в эту Сегурскую игру Нужно очень хорошо знать команды Фамилии игроков И именно в этом и заключается Главный кайф игрушки Ну, а если вы просто играете во все, что попало То эта игра вам тоже подойдет Дым-дым Дым-дым-дым Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым Ха! Есть! Вот так вот Мир новой реальности Позволяет нам Не выходя из дома играть В хоккей В футбол В баскетбол Гоняться на автомашинах Стреляет друг дружка Из различных пистолетов и лазеров И, конечно, как вы понимаете Никого не убивать Второй картридж для приставки Sega Называется Wiz and Liz Я, как главный эксперт Не только по компьютерным играм Но и по английскому языку Применяемому в этих играх Могу сказать, что Wiz Это сокращенное от английского слова Wizard То есть волшебник Колдун А Liz Это Просто имя Просто имя Liz Великолепная Красивая Потрясающе красивая игра Такая Немножко мрачная Бродилка Давайте посмотрим Один или два игрока Могут в нее играть И Да что Сейчас Что сейчас нам тратят слова Это производство фирмы Psygnosis Psygnosis Ну, а насколько это Psygnosis Давайте посмотрим сейчас Вставив картридж пристав Поехали С орехами Сначала я думал, что Liz Это Имя девушки Потом я подумал, что Liz Это сокращение от английского слова Lizard Что означает ящерица Но Потом Я обнаружил Что вот с этим Бодрым колдунцом Бегает его друг Тыковка Летающая тыква Вместе с волшебником Они попадают в различные ситуации Собирают призы Набирают очки И Практически Не встречаются Со злыми врагами Ну, а если встречаются То, как вы понимаете Для волшебника Это не проблема Вот и уровень Закончили Видите, как хорошо Ну, попробуем Следующий О-о-о Я, кажется, вас обманул Никакая тыковка Ему не друг В этом уровне Оказывается Он всех своих друзей Кидает в котел И варит В этом и заключается Смысл второго уровня А Лиза Так зовут девушку Подругу колдунца В общем, купите картридж И сами все поймете Ну что Наблюдательные мои Наверное, заметили Что у меня на прилавочке Здесь что-то такое Необычное появилось Ну, во-первых Вот эта коробочка С непонятной надписью Game Boy Которая означает Мальчик-игрунок Ну и, конечно Вот эти вот Непонятного вида коробочки Что же это такое? Я уверен Что только единицы Из тысяч и тысяч Поклонников компьютерных игр Знают Что это такое И с чем это едят Но вы не расстраивайтесь Через некоторое время Вы об этом узнаете Ого-го Еще как узнаете И не только Из моих уст А мы продолжаем Нашу программу Супер-Нинтендо Настоящее японское качество Технология Не имеющая аналога Супер-игра В которой Ты повелитель Будь хозяином Новой реальности Уже сегодня В магазине Дэнди По всей стране Совершенная игровая система Супер-Нинтендо С картриджей Для супер-совершенной Игровой системы Супер-Нинтендо Мы и начнем Рассказ Об этих картриджах Получилось Конечно Довольно путанно Но вы все Прекрасно догадались Что сейчас Обладатели Выставки Супер-Нинтендо Уже могут Потирать Свои пухлые Ручонки Первая игра Микки Мания Вам уже Наверное Не нужно Объяснять Что такое Микки И уж Конечно Не надо Объяснять Что такое Мани Есть всякие мани Есть мани Личи Есть мани Преследования Есть просто Обычные Милые маньяки Ну а это В данном случае Диснеевская мания Которая основана Как вы понимаете На мультипликационных Приключениях Микки Манус Микки Забыла уже С этими маньяками О чем хотел сказать О Микки Маус Конечно Микки Маус Это самый главный Маньяк В стране Диснейленда И вы Я думаю Стали уже давно С ним большими друзьями Посмотрим Что в этот раз Приготовила нам Фирма Sony Image Soft Где мой джойстик Украли Микки Манья Эта игра Славная продолжательница Таких игрушек Как Magic Quest Goof Troop И других Посвященных Диснейские мультфильмы Наиболее Интересной И свежей Идеей Мне показалось То что Создатели игры Сделали фон И все остальное Черно-белым Именно таким образом Впервые 60 лет тому назад Появился Микки Маус На экранах мира Конечно Тогда ведь не было Ни цветного кино Ни цветного телевидения Черно-белые Черно-белые враги Черно-белые дома И смотрите И смотрите О чудо Фон И остальное Начинает Потихонечку Обретать цвет По мере того Как вы Продвигаетесь Дальше По уровню Смотрите Оп По-моему Это очень интересная И остроумная Находка Ну разве Такого увольня Назовешь врагом Конечно нет Потому И Забить его Довольно легко Берегитесь ящиков Не попадайте В воду И Вас ждет Успех Вот видите Как здорово В пространственном Отношении Сделана Эта карусель Ну вот Я же вас Предупреждал Вот мне Например Трудно поверить Что Сколько Микки Маус Микки Маусу же уже С 30-х годов Где-то Да Где-то Ему уже 60 лет Представляете Если бы вы в 60 лет Сохранили такую бодрость Духа Такую подвижность И такую вот Весельчаковую веселость Но Не знаю Сколько еще будет Этот образ Эксплуатироваться В компьютерных играх Я думаю Это бесконечный процесс И конечно У нас будут появляться Новые картриджи Будет Микки Мания Будет Микки Ваня И ничего только не будет С Микки Маусом Я на это надеюсь Следующий картридж У меня их тут два Лайон Кинг И Земляной червяк Джим Земляного червячка Мы с вами оставим На закуску А сейчас я расскажу вам О игре Лайон Кинг Совершенная игровая система Супернегайда История начинает Сказал этот маленький хорек И она действительно началась В древних племенных землях Как вы наверное догадались Может быть из вас кто-нибудь слышал Эта игра сделана по мотивам Популярнейшего сейчас в Америке Да и во всем мире Мультипликационного фильма Лайон Кинг Рассказывающего о маленьком львенке По имени Самбо Который родился для великого предназначения Стать королем джунглей И королем зверей Ну а пока Самбо еще малыш У него не застрелись плыки И не затяжелели лапы Все что ему остается Это весело бегать по джунглям Лазить по скалам и деревьям И побеждать маленьких еще врагов Скорпионов И других тараканов Но посмотрите Дальше на следующем уровне Его ждет враг гораздо более серьезный С которым он заранее вам откроет тайну Не справится на ваших глазах Давайте посмотрим Найдя какую-нибудь вкусность или секрет Львенок говорит слово cool Слово cool Используемое американскими подростками Совершенно точно соответствует русскому слову клево Ну а вот и тот самый враг Пантера Нет, какая пантера Это гиена Страшная вонючая гиена Которая повергает нашего львенка И он теряет одну жизнь Ну а это веселый уровень Без врагов А на ловкость и сообразительность По мордам жирафа Самбо движется вправо по уровню А там просит обезьян Снова покидать его Но они почему-то не соглашаются Покидайте меня А они не хотят Он говорит Покидайте А они не хотят Но Самбо находит выход из положения Оп, носорог подкидывает его И Действо начинается сначала И вперед на страусе К новым победам Для начинающих очень удобны стрелки Указывающие, что нужно делать Тут нужно подпрыгнуть А здесь нужно нагнуться Очень удобно Но Внимание Неудача И для сегодняшнего самбы Все кончено Посмотрим, что получится у вас Это был Царь зверей Лайон Кинг Пока мы смотрели с вами игру Я на коробочке Обнаружил вот такую вот Наклеечку На наклеечке написано 100 фунтов А дальше Оооо, дальше просто волшебно Вы можете сэкономить 100 фунтов На всю семью Если, конечно Со всей семьей Соберетесь И купите сначала Катридж Лайон Кинг А потом вдруг Заходите, поехав в Диснейленд И Таким образом Сэкономить 100 фунтов Если вас действительно Это интересует То вы купите Катридж И все прочитайте сами Я думаю, что Большинству наших зрителей Все-таки Поездка в Диснейленд Пока только снится К сожалению И последняя игра То, что мы с вами Как помните Оставляли на закусочку Называется она Земляной червяк По имени Дж Как вам Земляной червяк На закуску Подойдет? Но Прежде чем мы Расскажем об этой игре Давайте проведем Маленький эксперимент Открываем Достаем Инструкцию Да Английский Родной язычок Что делать вам? Вам, выпускникам Четвертых и пятых Классов Которые по-английски Только знают Несколько Слов Таких как Pen Pencil Боттл Бол Ну и еще несколько слов Которые я, к сожалению Не могу сказать по телевизору Эти слова вы, конечно, знаете А вот Прочитать такую инструкцию Вам, увы, не под силу Это даже мне Не очень просто сделать Поэтому фирма Дэнди Пошла вам навстречу Она к вам идет Навстречу И принесла вам Инструкции На русском языке Внимание Дело в том Что совсем недавно Появились на свет Такие инструкции По-русски Как Суперпроботектор Вторжение чужих Алладин И Конечно Конечно Как могла фирма Дэнди Обойти Страной Самый главный картридж В мире Страна Данки Конга И вот тут На русском языке Все эти прибамбасы Над которыми Вы били голову И ломали себе пальцы Они все здесь Понятны И просты Как же приятно Что И мы Дошли Наконец До того Что наши Компьютерные игроки Могут считать себя Полноценными Полноправными И полнокровными Игроками Но осталось Дожить до того момента Когда наши Компьютерные Производители Смогут сделать Какую-нибудь Игру На русском материале Про какого-нибудь Иванушка-дурачка Про змей-горынча Или про чебурашку С крокодилом-геной Я думаю Что там для этого Есть почва Ну а мы с вами Не забудем На закусочку Игру Земляной червяк Джим Earthworm Jim По-английски Это невозможно произнести Это очень трудно Будем называть его так Червячок Джимми Правильно? Один мой товарищ Который в эту игру Уже играл Сказал что Эта игра Как он выразился Просто чума Такие Говорит Коры Невозможно заниматься Давайте посмотрим Передача наша Подходит к концу Дениса Нет как нет В следующей нашей программе Мы ему конечно Устроим втык Во-первых Во-вторых Узнаем где это он шлялся Ну а в-третьих Ни за что его не отпустим Без новых секретов И включая Игры для приставки Дэнди А сейчас земляной червяк Джим Может Денис подтянется Подождем Через несколько минут Поехали Джимми вылезай Как вон Джимми вылез При первом взгляде На этого уродца У меня побежали Мурашки по коже Ну а когда я начал игру Я понял что внешность Конечно обманчивая И земляной червяк Может быть с симпатягой И с симпатяг Какая жизнь у червяка Ползай себе в земле Поедай различные микроэлементы И берегись коров и ворон Ибо коровы и вороны Обожают червяков Но если ты вооружен Супермощным бластером И кнутом Никакие птицы и коровы Тебе не страшны Как вы знаете Червяки живут на свалках На возных кучах И на помойках Вот и наш герой Очень умело пользуется тем Что находится вокруг него В данном случае Это использованные покрышки От автомобиля Они не потеряв своей упругости Помогают ему Взобраться на канат По которому он И отправится дальше Смотрите Тележка И поехали На встречу новому приключению Ошибка Тут я совершил ошибку Я прошу вас За нее меня простить Птица знак Берегись коровы Согласны что музыка Шумы и графика В этой игре Просто поражают Еще бы Ведь она 94-го года А значит Вобрала в себя Все возможные достижения Фирмы Нинтендо За последние 10 лет Как вы только что заметили Червяк Джимми Как мы говорим Засейвился Или сохранился То есть Если сейчас Его ждет гибель То он начнет игру Не с самого начала А именно С этого утеса Вот она Противная ворона Склотила Джимми За голову И что происходит Отпустила Жалела видать Айо Больно Больно Кусаются вороны Умри 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 Несчастная смерть Фашистским оккупантам О нет Кричит Джим О нет Вот так бывает Ну что ж Денис не появился И в следующий раз Мы уж с него живого не слезем Это я вам гарантирую У меня на столе образовался Какой-то непривычный Для меня беспорядок И мне сейчас придется После программы Наводить здесь Такое знаете Как говорится Марафин Ну а вы тоже Долго не засиживайтесь дома Наша передача подошла к концу В общем-то уже Наверное смотреть По телевизору нечего Поэтому Вперед И с песнями Целую всех Пока Бензи Играет всем